Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследовать. И я начинаю расследовать. Спасибо. Не за что. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Человек, который занимается колторством, он платит самую серьезную цену. За что платят своей жизнью потомственные гадалки и колдуны. Кто убивает магов и экстрасенсов по всей России? Твоего сына убьют, воткнут ему нож в спину. Инквизиция 21 века. Кто мстит предсказателям? Им были указания от Бога, а кого необходимо казнить. Зачем звезды шоу-бизнеса учатся боевой черной магии? Держит тебя вот так и падаешь. Уникальный эксперимент репортера Кирилла Малахова. Да пребудут, Кирилл, с тобой силы тьмы. И чего больше всего боятся колдуны в 21 веке? На сковородке будем вместе сидеть. Я раскрою все тайны. По России прокатилась волна загадочных убийств. Жертвы расправы колдуны, гадалки и экстрасенсы. Существует мнение, за этими убийствами стоит тайный отряд инквизиции 21 века. Более того, есть черный список с именами магов, которые должны умереть. Если вы экстрасенс, сегодня вы под прицелом. Будьте осторожны. Быть может, они уже за вашей спиной. Впрочем, так ли это? Действительно ли в России объявлена охота на ведьм и колдунов? Сегодня я раскрою эту зловещую тайну. В Нижнем Новгороде за последние два года совершено 13 убийств. Первыми жертвами серии зловещих расправ стали эти две женщины. Нож в сердце. Преступники были особенно жестоки. Антонина Ваштакова и Людмила Костина были известными целительницами. И, по словам родственников, людям приносили только пользу. Маму было голодом, а она снимала порчи. Класс. Дочь одной из погибших, Елена Костина, даже представить не может, кому перешла дорогу ее мать. Дочь гадалки рассказывает. Незадолго до трагедии мать увидела свою смерть на картах. День и ночь плачет. День и ночь, не в охоте, не в охоте. Имя целительницы Марии Санду в Калуге знают все. Еще недавно здесь обсуждали ее уникальный дар. Теперь загадочные обстоятельства ее смерти. Непосредственно где-то вот на таком, наверное, расстоянии, может быть, чуть больше, начиналось с лужи трупа. То есть снег с оплавленными краями, это воздействие высокой температуры. Кому могла помешать обычная гадалка? Была человеком добрым, отзывчивым, трудолюбивым. Всегда приходила на помощь. Мария за свои услуги денег не брала. Благодарные клиенты сами оставляли. Вот это холодильник ей подарили. Ей очень много подарков подарили. И шубу подарили ей, и цепочки, и сережки. Кому и зачем понадобилось устранить народную целительницу? На Северном Кавказе на колдунов ведется настоящая охота. За один только январь убиты три человека. В Махачкале застрелены известные знахари. Магомед Саид Тимеев и Зульфия Ануцаря. Следующим в списке приговоренных магов стал Амирви Афаунов. Кому это нужно? Шариату их надо убить, это есть шариат. Почему? Потому что они делают толку плохое, толку зло. Священник объясняет, по законам шариата, колдовство само по себе страшное преступление. Ваххабиты, например, считают, что убийство колдуна – это акт справедливого возмездия. Убийство заслуженно есть, убийство есть, незаслуженно тоже. Казахстан, Шимкент. На глазах двух малолетних детей. Утром, возле собственного дома, убитый экстрасенс Людмила Урусова. Убийца выстрелил несколько раз и скрылся. Следователи быстро установили род занятий погибшей. За что убили эту женщину? И кто должен умереть в следующем? Кому уже вынесли приговор? В одной из петербургских квартир сотрудники милиции обнаружили тело обнаженного мужчины с перерезанным горлом. Убитый был черным магом и практиковал оккультизм. Официальная версия преступления на данный момент – колдуна зарезал недовольный клиент. Но тогда зачем убийца снял всю свою одежду и переоделся в вещи жертвы? Любовница колдуна утверждает, ее сожителя принесли в жертву сатане, Чьи руки на самом деле окропила кровь чернокнижника? И за что он заплатил собственной жизнью? Выяснял Кирилл Малахов. Махач Радей Волн в миру Геннадий Мордвинов приехал в Санкт-Петербург всего два года назад. Открыл магический салон и стал заниматься оккультной деятельностью. Судя по всему, дела у него шли очень хорошо. За такой короткий срок он купил сразу несколько дорогих квартир в самом центре северной столицы. В одной из них, вот по этому адресу, Полтавская, дом 10, и был найден его труп. Тело чернокнижника обнаружила его гражданская жена. Ему перерезали горло. Был обнаружен труп гражданина Мордвинова с множественными колотерезными ранениями груди, головой, конечностей. Это фотография местного преступления. Через два часа после убийства. Соседи боятся даже упоминать о произошедшем. Расскажите, что вы слышали, что произошло тогда? Да, просто звуки какие-то, стонные. Я был с ребенком, я закрыл окно и все, и даже не смотрел. Это та самая квартира, где убили мага и чародея по прозвищу Волан. И даже он выше живет его ученик. Я сейчас попробую к нему заглянуть и узнать, что он знает об убийстве своего учителя. Ну, видимо, 16 сентября, когда мы в квартире, кто-то ворвался, и, знаете, вот, не залили. И он здесь. Кто убивает черных магов по всей России? Какая сила действует среди нас? Популярные фабрикантки услугами магов боятся пользоваться. Приворожили, ты что смеетесь? Саша Савельева рассказывает. Однажды в жизнь ее близкого друга Андрея вмешались потусторонние силы. Она говорит, знаешь, у меня такая в жизни ситуация произошла, меня приворожили. К признанию друга певица сначала отнеслась скептически. Но когда его ограбили, а через день угнали машину, она задумалась. Того человека, который привораживает, его лишает собственную волю. То есть он уже не он, это зомби. Не все знаменитости разделяют эту точку зрения. Многие звезды эстрады имеют личного колдуна или экстрасенса. Марина Хлебникова ходит к ясновидящей Дарьи Мироновой. Певица подозревает, у нее в квартире порча. Нужно встать вот так вот, именно к восходу солнца напротив окна и сказать что-то очень доброе. Я хочу, чтобы все светлое и доброе защищало меня, все светлое и доброе и хорошее шло в мой дом. Авраам Руссо посещал целительницу Лилиану. И даже сам учился у нее магии. Она говорит, например, смотришь на мою руку, внимательно, внимательно, слышишь только мой голос. Через этими словами она заходит в твой мозг. Лилиана, Лилиана, я в глазах твоих таду. Уникальные кадры 2001 года. В семилетии Академии известные целительницы Лилианы. На вечере только звезды. Лилиана ворвалась в нашу жизнь мощно, как мощно взрыв. Известные исполнители пришли поздравить песней, свою подругу и любимую предсказательницу. Отцу знаменитого певца Бедросу Киркорову Лилиана предсказывала будущее. Бедрос Киркоров решил и сам овладеть магией. Под руководством знаменитой провидицы. Я тоже окончил Академию, не хочу скрывать об этом. И, конечно, в этом помогло Лилиану. Член комиссии по лженауке Российской Академии наук Ростислав Полищук согласился на себе испытать магическую силу Бедроса Киркорова. Ну что же он не едет, Бедрос Филиппович? Уже время идет. Впервые Бедрос Киркоров продемонстрирует свои магические способности в стенах Российской Академии наук. Предупреждаю, что я Фома неверующий. Бедрос Киркоров хочет доказать, от его рук идет сильнейшая энергия. Я поднял эту руку. Отсюда я взял тепло еще. Вот сейчас тепло идет. Ученый говорит, ничего особенного. Руки каждого человека излучают тепло. Температура рук 300 кельвинов, поэтому, конечно, чувствует. Ученый не понимает, магия-то тут при чем? Чувствует тепло руки, чем было ладони. Потому что ближе была рука. Сын Бедроса Филипп Киркоров вместе со своей бывшей женой Аллой Пугачевой раньше посещал экстрасенсов. Но после развода с Примадонной он категорически против всех видов колдовства. Я не верю в это. Нет? Вот если веришь, начинаешь на это поддаваться. Удивительно, но многие звезды отреклись от магии. Клиенты Лилианы, которые еще недавно рукоплескали ее магическому таланту, сегодня отзываются о ней совершенно иначе. Вот так говорил Сосопов Ляшвили в 2001 году. Меня с этой божественной женщиной Лилианы связывает настоящая братская любовь. Клянусь действительно больше ничего. Надо настолько отдать. А вот так он отзывается о магии теперь. Если этот человек, он аферюга, и использует слабость людей, и несчастье людей в свою пользу, это от дьявола. После того, как певец увлекся магией, он попал в страшную автокатастрофу. Через год у меня началась эпилепсия. Постравматическая. Сегодня Сосопов Ляшвили верит только в Бога. И уверяет, дружба с целительницей Лилианой была всего лишь пиар-акцией. Артисти тоже люди. Мы создаем из людей кумира. Авраам Руссо, учившийся у Лилианы магии и даже получивший диплом в ее академии, тоже сегодня публично отрекается от колдовства. В основном 99,9% они работают с сил дьявола, сатаной, джинами. Мало кто использует Божьи силы. Почему звезды отвернулись от учения правидицы Лилианы? Мы спросили об этом у нее самой. У меня просто нет слов о деймоте. Отречение ее любимых учеников Сосопов Ляшвили и Авраам Руссо целительница переживает особенно тяжело. Авраам что сказал? Тоже магии? Нет, я там набожная. Они сейчас настолько взлетели, что, может быть, им это не понравится, может, они не хотят, чтобы кто-то знал, что они действительно обладают какими-то способностями и какими-то магическими техниками. Почему знаменитости больше не хотят иметь ничего общего с магией? Жизненная позиция вообще, то есть 180 градусов изменила, совершенно разные пути это. Авраам Руссо рассказывает, однажды он стал жертвой колдовства. Это человек дьявола. После концерта некая поклонница подарила артисту мягкую игрушку. Естественно, я взял и поцеловал вот девушку, я не знаю, кто она была. Первый. Действие черной магии ощутила на себе жена певца. У меня жена говорит внутри себя, что что-то не то с этой игрушкой. Начала видеть кошмары. День, два, три, то есть я вначале успокоился, остав игрушку в покое. Морелла распорола игрушку и обнаружила следы колдовского заговора. Надпиши, бумаги завернуты, потом пепель сожгли, ту игрушечку. Кто наводит порчу на Авраама Руссо? Далее в программе. Как появляются деньги из воздуха? Вот они все обмазаны волшебным составом. Как делается приворот на смерть? Мало того, духа вызвала, но еще не отправила обратно. Чего больше всего боятся колдуны? На сковородке будем вместе сидеть. И кто все-таки убивает черных магов? Им были указания от Бога, а кого необходимо казнить? Секреты тайного отряда Инквизиции 21 века. Я раскрою все тайны. Москвичка Надежда Захарова возвращалась домой с работы, когда незнакомая женщина спросила у нее, как пройти на соседнюю улицу. И вдруг мне вслед эта женщина говорит, а вы знаете, что на вас порча? Я так сразу перекрестилась. Друг бог с вами. Гадалка сразу успокоила женщину. Порчу можно снять. У тебя доллары есть? Я говорю, нет. А рубли? Говорит, ну тысяч пять, говорю, есть. А сколько, говорит, тебе не жалко, чтобы я с тебя сняла порчу? Точно так же с этой гадалкой познакомилась пенсионерка Нина Зотова. Говорит, дорогая моя, у тебя видна такая чистая душа. Я вот вижу по глазам твоим. Ну я хочу тебя горчить. Твоего сына убьют, воткнут ему нож в спину, а у тебя отнимутся руки и ноги. Цыганка объяснила, страшного будущего еще можно избежать. Но для этого нужно выяснить, нет ли на Нине Васильевне порчи. Гадалка вынула из сумочки обычное куриное яйцо. Разбивает об мою голову яйцо, туда выливает. И так вот раз, 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 покрутила. На, смотри, смотри, у тебя заговоры на тебя, на смерть. Ты видишь, он черный червень. И цыганка говорит потерпевшей, ты должна вынести из дома все денежные средства, ювелирные украшения, потому что золото и деньги – это вот носители вот этой вот отрицательной энергии. Испуганная женщина ворвалась в квартиру и в ужасе начала собирать все ценное, что было в доме. Родственники вызвали полицию. В отделении гадалка разрыдалась. Говорит, ни в чем не виновата. Дочка, отпустите меня дома, маленький дядя, дедок и маленький. Я убираюсь здесь, а в этой камере мне адвокат нужен, дочка. Мы решили выяснить, каким именно образом колдунные гадалки по всей стране обманывают людей. Для эксперимента нам понадобится десяток яиц, литр воды, гуашь, шприц и еще кое-что. Сейчас мы в точности покажем технологию изготовления проклятых яиц. Проделываем небольшое отверстие в яйце и накачиваем его черной водой. Теперь главный ингредиент – опарыши, личинки мясных мух. Закапываем отверстие парафином. На небольшом расстоянии в полутьме вам кажется, что это обычное яйцо. Но что вы почувствуете, если колдун или гадалка скажут, что на вас порча и предъявят этому весомые доказательства? Обычно гадалки поступают так. Находят жертву, предлагают погадать, обнаруживают порчу и предлагают доказать ее наличие с помощью куриного яйца, случайно оказавшегося с собой. А внутри яйца оказывается это. Однако метод Ларисы Булевских был еще проще. Нарезав дома обычные шнурки, она прятала их в рукавах. Взяв обычное яйцо, она клала его в пищевый пакет, а затем разбивала по голову клиента. А пока клиент не отошел от шока, закидывала в пакет черные шнурки. Именно это и становилось доказательством порчи. Филиппинские колдуны делают голыми руками сложнейшие операции. Без помощи скальпеля извлекают из тела пациента опухоли и больные органы. Их называют хиллеры, в переводе с английского – целители. По словам филиппинских магов, во время сеансов лечения они впадают в глубокий транс, а после ничего не помнят. Пациенты-чародеев уверяют, что не чувствуют боли. При этом руки у хиллеров по локоть в крови. В прямом смысле слова. Я хочу разобраться в технологии этого чуда. Это кадры операции, которую проводит филиппинский хиллер. Голыми руками, без скальпеля, анестезии и антисептиков. Целитель извлекает из тела пациента опухоль. А это операция, которую проводит русский хиллер Андрей Затеев. Он удаляет опухоль на руке пациента. Хирург института имени Склифосовского Герман Пятов комментирует это видео. Это обычная, достаточно банальная операция. Вот он ее выдавливает. Она, в принципе, профессионально сделана, но с нарушением асептики, антисептики. Хирург объясняет. Так называемый хиллер делает обычный надрез скальпелем. И голыми руками, без медицинских перчаток, вытаскивает доброкачественное образование. Мистики тут нет никакой. Здесь чудес никаких нет. Это обычная, доброкачественная опухоль. Но как объяснить феномен филиппинских хиллеров? Ради лечения у них многие пациенты копят деньги всю жизнь. Знаете, многие из них даже кто-то продал дом, продали машины. Журналистка Светлана Кузина провела на Филиппинах собственное расследование. Она попросила хиллера удалить ей несуществующую опухоль. Там вот он натирал, что-то красненькое-красненькое, он погружал эту руку и, значит, вытаскивал. И сразу выбрасывал мусорное ведро, которое рядом, которое сразу же уносил его помощник. Хиллер показал Светлане опухоль, которую он якобы вырезал. Журналистка привезла ее в Москву для экспертизы. Это была кровь гуся. Сейчас мы покажем, каким образом филиппинские хиллеры достают органы из живых людей. В этом нет ничего сверхъестественного. Так могу делать даже я. Смотрите. Операция без скальпелей и хирургов. Слишком красиво, чтобы оказаться правдой. Вот как это происходит на самом деле. На столе за пациентом лежит блюдо с окровавленными потрохами. Пациент не чувствует боли, потому что на самом деле операция не проводится. Ловкость рук, затемненное помещение и заранее приготовленный реквизит. Такой фокус покажет любой выпускник циркового училища. Я раскрою все тайны. Цена этих мужских плавок 30 тысяч рублей. Колдунья Анна Мартиросян утверждает это необычное нижнее белье, а настоящий пояс верности. Стоит их однажды надеть, и даже если ваш супруг меняет любовницы, как перчатки, он навсегда забудет о других женщинах. Мне удалось выяснить, в жизни владельцев такого белья действительно происходят глобальные изменения. Правда, не совсем те, которые гарантировала колдунья. Рита Асламазян пришла к гадалке из-за измены мужа. После 19 лет счастливого брака он заявил, что нашел другую. Он хотел меня бросить и уехать с этой женщиной. А у меня трое детей. Гадалка Анна Мартиросян обещала помочь отчаявшейся женщине. И заверила, муж вернется. Есть особый способ. Майку, нижнее белье. Покупайте, принесите. Я все это сделаю. На нижнее белье неверного гадалка наложила приворотное заклятие. И взяла за это с Риты 30 тысяч рублей. Через некоторое время супруг действительно вернулся в семью. Но счастья в доме не прибавилось. Скорее, наоборот. Нет, как бы он сейчас не гуляет, но он пьет. Гадалка объяснила. В квартире плохая атмосфера. Тут живут злые духи. За очищение квартиры от сущностей она взяла с хозяйки 150 тысяч рублей. Мало того, духа вызвала, но еще не отправила обратно. Дочь Наташа уверена. Именно из-за злого духа, которого вызвала колдунья, у нее началась тяжелая депрессия. Девушка даже пыталась покончить с собой. Я целилась в живот. И потом взяла в ногу, ударила. У меня кровь оттекла. Целая лужа была тут крови. Сегодня Рита встречается с колдуней, чтобы высказать ей свои претензии. Но Анна Мартиросян заявляет, колдовству она никакого отношения не имеет. Наколдовали. Кто? Я? Да. Такого не может. Ну что, вы колдовать не умеете, что ли? Жизнь не умеет. Мы подумали, что вы профессионал. Нет, нет, нет. Этот кусок черной бумаги на самом деле к купюру достоинством 5000 рублей. Так утверждают камерунские колдуны. В доказательство своих слов они проводят наглядный эксперимент. Для начала они погружают листок в специальный, якобы заколдованный раствор. Потом произносят заклинание. И бумага превращается в деньги. Черные колдуны привезли в Россию из Камеруна несколько чемоданов черной валюты. И уже начали их обналичивать. Что это? Реальное колдовство или обычное мошенничество? Узнаем прямо сейчас. Эти кадры снимали оперативники. Мак из Камеруна демонстрирует клиенту настоящее чудо. Нужно взять денежные банкноты, поместить их между двумя листами копировальной бумаги, посыпать заколдованным порошком и поместить на ночь в теплое место. И денег станет в три раза больше. Человек, когда один раз увидел, как из одной купюры появлялось три, переставал критично воспринимать происходящее перед ним. Древняя африканская магия, объяснял колдун. Перспектива легкой наживы заглушала голос здравого смысла даже у бизнесменов. Вы сейчас сможете еще надевать? У меня сейчас только вам деньги. Чудо объясняется просто. Клиент приходит на следующий сеанс, приносит большую сумму денег и оставляет у колдуна, чтобы за ночь сумма волшебным образом увеличилась. А к утру маг исчезает вместе с деньгами в неизвестном направлении. Найти чародея удалось только сотрудникам полиции. Николаевич, все, задержали, сейчас понятых еще. По-моему, с бабками. Как выяснили следователи, в состав волшебной смеси, при помощи которой маги увеличивали количество денежных знаков, входил обычный желатин и вода. А вот те самые негативы. Купюр 100 долларов США и фольга. Вот они. Вот до сих пор, вот видите, вот они все обмазаны волшебным составом. Это не мистика, это банальный фокус. Для этого элементарного фокуса нужно ведро, мутная вода, две черные бумажки и 15 тысяч рублей. Мы покажем вам, как бы выглядел Камерлусская магия, если бы сосуд и жирты с нем были прозрачными. В прозрачной воде видно, две купюры того же достоинства уже находятся в воде. Достаточно лишь поменять их местами с черной бумагой и вручить радостным клиентам. Это уникальная фотография. На снимке кости загадочного существа, происхождение которого наука объяснить не может. Необычные останки найдены на легендарной Лысой горе в Нижегородском селе Выкса, который в народе называют деревней колдунов. Местные жители утверждают, в Выксе происходит нечто страшное и необъяснимое. Чернокнижники открыли дверь в мир мертвых и теперь силы тьмы пытаются захватить здешние земли. Так ли это? Что на самом деле происходит в загадочной деревне? Деревни, где живут гадалки и колдуны. Традиционно пользуются людей дурной славой. Слышала такое нехорошее место. Это деревня Грыслова Московской области. Когда сюда приехали жить, то постоянно болела голова. Жутко болела голова. Никогда до этого у меня таких головных болей просто не было. 13 июля собираются все ведьмы и устраивают шабаш. Галина Бут – местная знаменитость. Потомственная гадалка в третьем поколении. Ну, лечу, снимаю порчу. Своих клиентов целительница видит насквозь. Она показывает, как снять порчу при помощи сырого яйца. Сначала нужно покатать яйцо по голове пациента. Потом яйцо разбивают, смешивают с водой и ставят диагноз. Чистенький совершенно. Как выясняется, пациент сейчас здоров, но скоро заболеет. Аварий у вас никакой не будет в этом году. Ну, вот приболеете. Колдунья утверждает, именно таким способом деревенские целители испокон веков диагностировали здоровье пациентов. Вот два пятнышка, видите, маленькие. А это деревня Выкса в Нижегородской области. Здесь нашли существо, которое местные жители называют чупакаброй. У скелета отсутствуют передние конечности. Зато есть гребень, как у динозавра. Собираю трава, отошел немножко в сторонку. Смотрю, вот, значит, тропы лежит этот зверь. Скелет, точнее, зверя. Что это за существо? Жители деревни теряются в догадках. В среду забрал я его у друга с утра. Вот, и к вечеру у меня стало, значит, как-то не по себе. Голова стала болеть. Специалисты по паранормальным явлениям высказывают смелую версию. Местные колдуны во время обрядов черной магии. Или дверь, или мир. Многие, например, слишком длинноваты для лисы. Но при этом морда лисия. То есть вот такое несоответствие, как будто его соорудили просто из нескольких существ. Далее в программе. Уникальный эксперимент репортера Кирилла Малакова. Почему-то все делятся со мной своими сексуальными проблемами. Почему черные маги убивают друг друга? На сковородке будем вместе сидеть. Кто убивает их? Им были указания от Бога, кого необходимо казнить. И почему колдунам приходится платить за свой дар страшную цену? Силу зла притягивает к ним зло, и они страдают. Я раскрою всех. Приворот. Самое востребованное. Потомственная колдунья из Ижевска Ольга Бочкарева гарантировала клиентам решение любых проблем личной жизни всего за 10 тысяч рублей. Удивительно, но когда сама ведьма заподозрила мужа в измене, она обратилась за помощью не к потусторонним силам, а к профессиональному киллеру. Дальше события развивались как в остросюжетном детективе. Неизвестные подробности скандальной истории смотрите прямо сейчас. В общем, Алла, немножечко получилась маленькая накладочка. Значит, когда ее закрепили, она начала орать, грыться, царапаться. Прошлось, короче, вот прямо в машине прибушить. Это знаменитая ижевская целительница Мария. Она расплачивается с киллером за убийство родной сестры. Жизнь родственницы. Целительница оценила в 100 тысяч рублей. Деньгам просто особо так не сдерживает, чтобы она на полгода не тянулась. Мария. В миру Алла Бочкарева. В Ижевске. Местная знаменитость. Рекламные ролики колдуни показывали несколько раз в день. Когда у самой колдуни появились проблемы, она долго не думала. Как только Алла Бочкарева заподозрила, что ее муж изменяет ей с родной сестрой, она решила обратиться не к потусторонним силам, а к профессиональному киллеру. Деньги отзывали. Расплатилась. Не полностью участник. Что и было. Истекно договоренность, что она частями будет в номер один. Но киллер, вместо того, чтобы выполнить заказ, отправился в полицию. Приговор оказался суровым. Мать троих детей осудили на 5 лет колонии строгого режима. Ох, 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 ох. Это рутою, ох! Это рутою, ох, ох! Это рутою, ох! Через 2 года целительница досрочно вышла на свободу. Сестру к мужу. Она больше не ревнует. Я была разведена, я жила в своей жизни совершенно не в уникальной ревности. Во-первых, я не вижу в ней соперницу. Я намного лучше, красивее, моложе, удачливее вообще. Ее рекламные ролики снова крутят в эфире. Бизнес процветает. Чтобы узнать, как работает голодовской бизнес изнутри, мы решили провести уникальный эксперимент. Открыть салон магии. Репортер Кирилл Малахов попробует себя в роли колдуна. Перед этим он пройдет тайный обряд посвящения в чародеи. Этот древний ритуал совершается в полнолунии, на кладбище. Будущий маг заключает договор с силами тьмы и подписывает его собственной кровью. И поверьте, это уже не игрушки. Какую цену заплатил Кирилл Малахов за право называться экстрасенсом? То, что вы увидите сейчас, стало шоком даже для меня. Это потомственная знахарка Веда. Она учит меня, как делать любовный приворот. Берется фотография человека, да? То есть, кого мы будем привороживать. Затем нужно представить себе магический луч любви. Запускаешь вот этот луч через конец твижала прямо человеку между бровей, чтобы ты влил эту энергию в него. Но одних только теоретических знаний недостаточно для того, чтобы стать настоящим черным магом. Нужно еще присягнуть на верность темным силам. Да пребудут, Кирилл, с тобой теперь, с этого момента, силы тьмы. Колдунья Веда проводит образцово-показательный обряд. Так каждый маг должен присягать сатане. Выпизодорку. Обряд проводится в лесу. В полночь я должен встать в центр магического огненного круга. Я посвящаю тебе в таинство великих знаний. Не могу оголдосануться. Знаний, полученных у потомственной колдуньи, мне недостаточно. Я хочу получить еще одно образование. Иду на курсы обучения экстрасенсорным способностям. На самом деле, я не рассчитываю. Я надеюсь, что, возможно, что-то у меня разовется. Сейчас мне будут открывать третий глаз. Для этого меня сначала введут в глубокий гипноз. Сейчас вы сядете в кресло. Вот этим кристаллом я вас протестирую. Кристалл вы будете смотреть в него. И у вас будет через зрительный анализатор. Начнется торможение коры головного мозга. Но ничего особенного я так и не почувствовал. У вас идет анализ. Вы аналитического склада. Человек очень сложный пациент. Но я спокоен. Стать колдуном и начать зарабатывать деньги не проблема. Нужно лишь напечатать себе документ. Международная академия парапсихологии. Выдает сертификат на проведение магической деятельности. Кому же она выдает? Как меня должны звать? Кириллу Ванге. Это звучит круто. Потому что, во-первых, Ванга сразу идет ассоциация с великой ясновидящей Вангой. А во-вторых, я всем могу говорить, что я ее внук. Остается подать объявление в один из популярных женских журналов. Этим я сейчас и займусь. Моя помощница легко вербует клиентов у ближайшей станции метро. Здравствуйте, потомок. Знаменитый учениц Ванги сегодня ведет бесплатный прием. Прямо здесь, рядом с метро. Достаточно быть энергичной и почаще называть знаменитую фамилию. Ванга. Да, абсолютно бесплатно. Сегодня у нас только один день этой акции. Для эксперимента мы арендовали салон в центре Москвы. В моем кабинете устанавливаем скрытую камеру. Изображение с нее будет передаваться на этот монитор в режиме онлайн. Это мой первый клиент. Далья бабушка, она, по-моему, не понимает, куда пришла. И думает, что я прав руку. Клиентка нервничает. И, если честно, я тоже. У меня вот осталось недвижимый раз. У Марины серьезные проблемы. Опухоль щитовидной железы. Я считаю, что это специально скрытый микс. Он говорит, что нет. Не так давно от Марины ушел муж. У меня был у нас секс. Когда должен был быть секс, у нас с вами не было. Наша съемочная группа раскрывает карты. Мы объясняем женщине. Она стала участницей эксперимента. Удивительно, но это ее совершенно не трогает. Клиентка упорно продолжает разговор о своих проблемах. Хорошо, вы действительно могли повторять, посмотрите. А вот и следующая пациентка. Сейчас мне, видимо, потребуются все навыки, которым не обучал Мак Кудес. Сходу выясняется. И у этой женщины проблемы в личной жизни. У нас долгое время, во-первых, ничего не было, так скажем, темную жизнь. Мы признаемся, это был журналистский эксперимент. А почему вы пришли сюда, а не психолог? Вы видите, что по помощи Марины можно решить проблемы? Во-первых, мне стало интересно. То есть даже ваше, так скажем, объявление. К концу сеанса я понимаю, что действительно могу помогать людям. Но быть для этого колдуном совсем не обязательно. За два часа работы магом у меня было две посетительницы. Они почему-то все делятся со мной своими сексуальными проблемами. Приходит женщина, неизвестно к кому вообще, кто я, что я. И рассказывает о том, с кем она спит. Хорошо, что свечи горели, и было темно, потому что в какой-то момент реально начинаешь краснеть. В секрете успеха никакого колдовства. Громкое имя, волшебное слово бесплатно и клиент на крючке. Далее в программе. Как вселяются черные силы. Как ударной волной по мне ударило. Чем маги расплачиваются за свои уникальные способности. На несколько областей. Чего больше всего боятся колдуны. На сковородке будем вместе сидеть. И кто все-таки убивает черных магов. Им были указания от Бога, от Бога, кого необходимо казнить. Я раскрою все тайны. В средневековой Европе ведьм и колдунов считали слугами дьявола. На них велась настоящая охота. Чародеев сперва жестоко пытали, заставляя вымаливать прощение у Господа и Церкви. А потом заживо сжигали. Костры инквизиции давно угасли. Но война за души людей продолжается. Виктор Андрианов бывший экстрасенс. В 90-е он был знаменит на всю страну. Ну вот сюда я переехал. Квартиру продал. Жизнь по спокойнее стала немножко. Виктор рассказывает, в 91-м году в Хабаровске он стал свидетелем приземления НЛО. То был луч красный, да, а то вдруг вот как кольца. Вот как старая Шуховская башня, вот так кольцо. Потом ближе, еще больше. Я их начал опять штуть. А потом как ударной волной по мне ударило. Мне так что на петли надо скинуть. Именно после этого, говорит Виктор, у него открылись необычные способности. На кончике мизинца столько энергии, запас, сколько вырабатывал все электросанцы Советского Союза вместе с зеркалом. Виктор начал исцелять людей. Но уникальный дар мужа, по мнению его супруги, обернулся проклятием. Мак начал болеть. У него давление подскакивает. Он рвота. Он переживает. Затем Андриановы потеряли детей. Сначала в страшной автокатастрофе погиб 20-летний сын. А через год такая же авария унесла жизнь их 18-летней дочери. Вот этот сгусток чертной энергии у нас и пошло плохо. Сегодня Виктор Андрианов ведет замкнутый образ жизни. И больше не занимается целительством. Есть некие силы, которыми ты можешь управлять безоговорочно. Они тебе будут подчиняться через определенные приемы. Николай Цыганов еще год назад активно практиковал оккультизм. Мистическим практиком он учился в школе под названием «Наука разума». Уроки велись на английском. Удивительно, но магия работала. Стоило Николаю захотеть новый матрас, через сутки он его получил. Стою на остановке, едет машина, полная матраска, один сваливается. Точно такой, какой я представлял по размерам. А вот новый автомобиль появляться не спешил. Несмотря на то, что все свободное время Николай читал заклинания. Человек взаимодействует, собственно говоря, с бесами, с сатанинскими силами. Становится их добычей. От Николая ушла жена. Началась депрессия. Появились мысли о самоубийстве. Священники говорят, это расплата. Человек, который занимается колдорством, он платит самую серьезную цену. Цену своей бессмертной души. Сила зла притягивает к ним зло. И они страдают. Отчаявшийся маг решил официально отречься от оккультизма. Это уникальные кадры обряда. Священнослужители называют его Чин Присоединения. Это Эвелина Жданова. Бывшая наставница Николая. Это она учила его магии. Я знаю и верю, что я не одинока в этой вселенной. Я знаю, что есть создатель всего, что есть на свете. Бывший маг надеется образумить свою наставницу. Благодаря намерениями дорога, знаете, куда выслонит. А ты что думаешь, что ты кончил эту академию, теперь пробраться в районе? Нет, не в том, что пробраться. Мы в сковородке будем вместе сидеть. Я раскрою все тайны. Убийство экстрасенсов в Нижнем Новгороде. Сожженная гадалка. Мария Санду в Калуге. Застреленная колдунья в Шимкенте. Истерзанное тело черного мага Воланда в Питере. Мы узнали, кто и самое главное, зачем убивал колдунов. Убийцы нижегородских целителей пойманы. Безработный Владимир Гурьянов и его гражданская жена. Хладнокровные убийцы оказались религиозными фанатиками. Познакомились они на одном из собраний секта свидетелей Егова в городе Саранске. Я встал, нанес его в область сердца. Это кадры следственного эксперимента. Убийца рассказывает, как расправился с одной из жертв, гадалкой Людмилой Костиной. Очень самоуверенно, не постигнули наказание. С умеем, особенно уверенно, что они будут наказаны. В зверских преступлениях супружеская чета не раскаялась. Убивать им приказал голос свыше. Они совершали так называемые казни. То есть им были указания от Бога, кого необходимо казнить. Своих жертв преступники выбирали по газетам бесплатных объявлений. Договаривались о встрече, приезжали под видом оказания услуг гадания. Через некоторое время они заходили и совершали нападение и убийство. Инквизиторы 21 века после каждой казни оббирали своих жертв до нитки. Мотив совершения данных преступлений корыстный. Похищались ценные вещи, деньги. За что сожгли известную в Калуге гадалку Марию Санду. Мария старалась предсказывать людям только хорошее. Но судьба самой предсказательницы сложилась трагически. Ее младшего сына похитили вымогатели. Требовали выкуп в 90 тысяч долларов. 90 тысяч. Ну я не знаю, или евро, или доллар. Позже следователь обнаружил. Похищение Павла организовал его родной брат. Старший сын предсказательницы. Подъезжает, где деньги оставляли, а там и бог великий. Младшего сына гадалки вскоре и найдут мертвым. Старшего посадят. Обугленное тело самой Марии Санду найдут вскоре после смерти ее младшего сына. Женщину облил бензином и поджег гражданский муж. И в тот же день вынес из дома все деньги и драгоценности. Ни золота мы не нашли, ни деньги мы не нашли. Все Коля забрал и отвезли себе в квартиру. Почему многие экстрасенсы и предсказатели погибают такой страшной смертью? Главный подозреваемый в убийстве петербургского мага по прозвищу Воланд – его личный водитель. 20-летний Остимир Желяев. Сейчас он в бегах. Мы не исключаем, что данная ситуация имеет место в корыстной жизни. Расценки у мага Воланда были высокими. Родственники Остимира вспоминают. В день убийства мага племянник вел себя очень странно. Он волновался, вот так дрожал. В тот день они видели Остимира в последний раз. Он зашел, пошел в ванную, потом вышел, переоделся и все, ушел, все. Зарима утверждает, племянник жаловался ей на сексуальные домогательства со стороны знаменитого мага. Он говорит, я сначала не придал значения, потом понял, что по-настоящему предстоит. Потом началась драка. Следствие не исключает, что именно это могло стать мотивом преступления. Экстрасенс из Шимкента, Людмила Урусова, стала жертвой заказного убийства. Этот человек-киллер, которому приказали устранить женщину. Багжан сказал, застрелишь, потом заберешь книгу. Он сказал, что эта книга помогает старухе колдовать. Бизнесмен Багжан Сагинбеков был возмущен тем, что колдунья использовала священный Коран. Раздеваешься, и она поливает водой. Потом кладешь руку на Коран и говоришь «Аминь». Бизнесмен Багжан приезжал к гадалке несколько раз. Однажды после сеанса ему стало плохо, и он обратился к другой целительнице, которая заявила на бизнесмене порча, и навела ее Людмила. Она сказала, что все твои дороги закрыты, и я пошел обратно к Людмиле. За убийство экстрасенса предприниматель заплатил киллеру 3000 долларов. Вывод нашего расследования очевиден. Инквизиция 21 века – это не религиозные фанатики, а обманутые клиенты. Неудивительно. Ведь современные колдуны в большинстве случаев к магии не имеют никакого отношения. И на поверху оказываются обычными мошенниками. Меня зовут Анна Чапман. И ровно через неделю мы увидимся снова на РЕН-ТВ.